Друзья, всем привет! С вами я Мария Петрикова и Коктейль Путешествий. Сегодня у нас суббота, замечательный день. И сегодня я хотела бы рассказать вам про одну практику, которая, возможно, поможет вам в жизни, а может перевернуть вашу жизнь просто с ног на голову. Вы задумывались когда-то вообще о том, что такое карма, о кармических законах, а вообще в принципе о том, как работает Вселенная, что чтобы что-то получить в своей жизни, нужно прежде всего отдать. И этот закон, он, скажем так, во всех сферах жизни очень сильно прослеживается. И вот многие люди думают, почему у меня не получается разбогатеть, почему я там не могу запустить какую-то идею, почему у меня этого, того, третьего не хватает. То есть это такая потребительская позиция, которой в наше время очень многие стараются соответствовать. Но есть такая классная практика, которая просто может вас переключить на абсолютно другой уровень мышления и восприятия реальности. Но при этом она будет давать вам возможность получать отдавая. Итак, хочу рассказать про эту практику. Практика называется Сева. То есть смотрите, в чем она заключается. В нашем мире очень много людей, которые малоимущие, которым чего-то не хватило в жизни. И порой вот идем на улицу и видим, что сидит бездомный человек. И некоторые подают ему деньги, милосты, но некоторые не подают. И это не до конца правильно подавать ему именно деньги, потому что давая деньги, мы берем ответственность за то, что он с ними сделает. Возможно, он что-то сделает невежественное. Например, пойдет там купить спиртные напитки, сигареты, или просто возьмет их и выкинет. Поэтому не до конца правильно давать деньги. Но есть такая классная практика просто покупать и готовить еду с молитвой, с мантрой, с какой-то благостью. То есть вы берете, обычно это делается в субботний день, да, потому что он считается наиболее подходящим для этого. Да можно в любой день недели. Просто вот вам захотелось, у вас идет внутренний отклик. Приготовьте что-нибудь, какую-то пищу желательно своими руками. Но если нет возможности, можно поехать и купить. Обычно мы так и делаем. И просто с самыми лучшими пожеланиями отдайте эту пищу малоимущему. Это даст вам очень такое благоприятное внутреннее состояние. Вам будет хорошо и благостно от этого. И вы будете просто замечать, отдавая через эту помощь миру, можно даже сказать, вы будете получать свою жизнь. То есть отдавая, вы реализовываете свои желания. Но важно на это смотреть не так, что я пойду сейчас, отдам, да, и будете, где вселенная, дай мне мой кусок мяса, да. Вот, конечно нет. То есть это нужно делать безвозмездно, стараться делать это с минимальной корыстью, да. Но тем не менее это действительно работает. И такая заметка, пища должна быть вегетарианской. То есть это не должно быть мясо или какая-то пища такая низших энергий, да. То есть все должно быть сделано с максимальной благостью и полезностью для человека, которого мы будем кормить и которому будем помогать. Вот, ну поэтому сейчас будет несколько кадров о том, как у нас происходит это на Бали в Убуде. И я вас призываю, мне будет очень классно, если вы тоже в своем городе начнете такую добрую традицию севить каждую субботу. И, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео, практикуете ли вы эту практику. И когда вы начнете, давайте ставить хэштег Сева Пища Миром. Вот, ну тогда пойдемте смотреть, как это будет. Мы набрали целый пакет еды. Да, вот. У нас получается... Она вкусненькая, горяченькая. Там рис, всякие омыши. Да, мы... Здесь у нас вегетарианская еда, то есть она не должна быть мясная, потому что мясная еда это неблагостная пища. Вот, вегетарианская пища. Вот, сейчас мы поедем кому-нибудь, найдем кого-нибудь и дадим. Причиним добро. Причиним добро, да. Все, ну ладно, мы пусть пока еда, горячень. Вот. И, в общем, практикуйте, то есть очень классная практика, всем рекомендую. Давайте делать добро вместе. Причиним добро.